Нет художников бездарных, каждый гений от рождения, так сказал однажды Пабло Пикассо. Художники натуры тонкие, и что их вдохновляет, как они видят эту жизнь и через какие краски ее ощущают, попробуем узнать сегодня. У нас в гостях Всеволод Мечковский. Здравствуйте, Всеволод Владимирович. Вы художник, которого знают уже не только в России, а можно сказать по всему миру. У вас было очень много выставок по разным странам, но я думаю мы скажем еще об этом чуть позже, а хотелось бы начать с вашей биографии. Я вот прочитала, что небольшой кусочек такой в журнале «Твои возможности, человек» было написано, что родились вы в Новосибирске, были сложности в семье и буквально цитата «Ваши первые 20 лет были полуголодными и кочевыми». А вести вам стало только после приезда в Приморье. Что же здесь такого волшебного произошло, что вам вдруг стало вести? И вообще с чего ваш творческий путь начался? Можно начинать? Тогда я начинаю. Дело в том, что я не согласен с тем, что вести. Вести мне стало еще до рождения. Дело в том, что шла война, народы мотало туда-сюда, а тут получился все-таки вопреки всяким этим человеком. Маме говорили, рожать нельзя, умрешь. А она взяла и родила все равно. Вот уже везение. Ну, а дальше покатило по восходящей. А то, что голодно было да холодно после войны, так это весь наш народ страдал, помотало. А вот про Приморье. У человека может быть несколько родин. Есть родина тела. Это у меня Сибирь. А родина души, как выяснилось, это Владивосток. Вот когда говорят родина, это где тело, а когда отечество, это душа. Приморье как-то вот очень зацепило, и было все такое восхитительное. Тут и косатки, киты, сивучи. Я еще сходил в Охотоморскую путину. Оформили плавбазу. И тут еще эта перестройка шарахнула. Оказалось, все можно. Меня раньше никуда не пускали известная вам конфетная фабрика. А теперь, пожалуйста. И вот молодежная выставка, ахи-охи, потом Япония, потом Австралия, и покатило. В 87-м году, да, вы переехали в Приморье, если я не права? Нет, если быть точным, то первый раз я приехал в 84-м осенью. Это была так разведка. У меня друг был, он же на меня и подстукивал в контору. Но, тем не менее, он сказал, что лучше в Приморье нет ничего. Киты, сивучи, лианы, обезьян только не хватает. Ну, вот, приехал, посмотрел, восхитился. Вернулся. Тогда я жил на Украине. Что-то не то, как-то все маленькое, пульное за это вот. В общем, вернулся сюда и стал жить. Ваши работы, они выставлялись вот в Киргизии, Украине, Австралии, Японии. Даже в США проходили выставки. Как там приняли ваши? Даже в Италии, в Венеции. И в Италии еще. И в Германии. Как проходили? Нормально. Везде есть нормальные, увеняемые люди. Просто у них процент разный. Например, в Америке нормальных людей мало. Для меня это страна пузырей на тоненьких ножках, которые все время жуют свой попкорн. В Японии японцы, они рождены, чтобы любоваться сакурой и восходами, закатами и фудзиамой. На них философия такая. Там в Японии даже один буддистский монах меня сильно одолевал. Продай, да продай, дерево жизни. А я тогда не мог продать. Я же подписку дал. Я, конечно, мог дурень сделать дубль и продать ему оригинал. Для таможня дубль. И 50 тысяч долларов в кармане за картину. Но я тогда был советский человек. Хотя и сейчас немножко остался таким же. Ну ладно, вот такая вот канитель. Вы описали немного людей, живущих в Штатах, людей, живущих в Японии. А как бы вы описали тогда приморского человека? Приморский человек – это душа. Это для меня приморье – это полупьяный боцман плавбазы советское приморье. Зимой он ходит босиком, поливая морской водой из шланга. Причем босиком у него лапы красные. Он не мерзнет, он такой, конечно. Закаленный. Закаленный. Приморция не так. Если друг, то друг. Если враг, то сразу в морду. Без этих самых. Укусит и меду даст. Тут народ конкретный. Всеволод Владимирович, давайте к вашему творчеству перейдем. Как бы вы вообще описали свои картины? Потому что я просмотрела какую-то часть. Я уверена, конечно, что то, что я нашла в интернете – это далеко-далеко не все. Но я не увидела каких-то стандартных пейзажей, как люди, которые живут в приморье, рисуют море. Не то чтобы нормальное, но как делают большинство. У вас абсолютно уникальная техника, очень интересная. И очень многие картины, они с явным таким саркастичным настроем. Как бы вы вообще описали свое творчество? Жаль, я не принес визитку. Там я так и написал. Номинант Нобелевской премии «И народный» вместе через «О». «И народный» художник у Родины. То есть есть нормальные, народные, есть и заслуженные, а есть и народные, неправильные. Это вроде меня. Как бы я описал свое творчество? Когда 50 лет назад, когда еще ваша мама под стол пешком бегала, мы тогда были слегка зажатые. И нам генеральная линия партии дала дорожку. Соцреализм. Я думаю, зачем мне этот соцреализм? Неинтересно рисовать по стандарту, как вот это вот официоз. Жизнь-то она другая. Был такой анекдот. Открываю дверь холодильника, а там битком еды. А, черт, я же, кажется, перепутал. Штепсель надо было в электричество сунуть, а я в радиорозетку воткнул. Ну, ладно. Так вот. Рисовал я мир, который видел. И рисовал, как говорится, неправильно. Не по генеральной линии. И за это меня задвинули. И вот так вот в Приморье как-то вот выдвинули. Ну, у вас было 7 персональных выставок? Нет. Нет, больше? 19. Простите, пожалуйста, 19 выставок, а я вот только 7. У вас сведения, так сказать, 30-летней давности. 19 выставок, но это много, да? 20-ю буду делать здесь же. Уже договорился с картиной галереи в 20-м году. 75 лет будет дедушке потихоньку. Это много. А сколько у вас картин, вы можете так вообще сказать? Сколько вы картин написали за свою жизнь? Ну... Хотя бы примерно. Я так, когда их цифровал, на когда я цифровал, я их складывал по папкам, по коробкам. И еще я цифруя, с ними игрался. То так, то едок, разные версии. Короче, порядка 7 тысяч файлов у меня набралось. То есть 7 тысяч картин получается? Ну... Да. В принципе. Очень хочется узнать еще несколько фактов из вашей биографии и про ваше творчество поговорить. Мы сейчас прервемся на паузу. Понятно. Мы уйдем на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор с художником Всеволодом Мечковским. Всеволод Владимирович, я еще видела, что у вас есть такой необычный проект, арт-проект. Вот когда вы расписывали девушек, то есть это был боди-арт, вот это вы сами расписывали или что это такое было за проект? Это были и настоящие девушки. Это были поролоновые куклы. Это был я настоящий, девушки были настоящие. Это так было баловство. У нас играли. Арт-проект, это так, баловство есть. Я вот подводную лодку на набережной, я всерьез поставил. Так, можно поподробнее сейчас, мне кажется, я что-то упустила. В году 93-94, когда приближалось 50-летие Победы, задумались. Вот у нас на откосе эта лодка стоит, не то несется, как-то она неловко стоит. Поставили, а тут откос, тут деревья, тут кирпичи, в общем, не прибрано все. А тут Победа 50-летие. Давайте-ка объявим конкурс. Давайте уточним, про какую лодку речь идет. Про подводную лодку, которую С-56, или как ее там. Ну вот. Короче, был конкурс, я его выиграл. И вот, строили где-то год-полтора. Теперь получилось то, что получилось. Пришел я как-то на набережную, смотрел, читал, нигде, ни слова. Это я теперь предлагаю переименовать набережную непризнанных героев. Очень интересны ваши мысли, потому что, когда про вас писала Ольга Зотова в газете «Владивосток», я вот, например, такую цитату нашла. «Личная жизнь, как водится примет для изыскания психолога, деликатно с каждым, что ни одна муза вдохновляла Севу». Мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали эту цитату. Вам список всех муз? Нет, просто я думаю, что ведь для любого творческого человека вдохновение, да, оно нужно в первую очередь. Оно нужно на протяжении многих лет. Какие музы вас вдохновляли? И что это за цитата такая все-таки интересная? Ой, дела давно минувших дней. Видите ли, журналисты тоже люди, да. И они поддаются разного рода эмоциям и очарованиям, и иллюзиям. Ну, дело не в этом. Я хочу сказать про вдохновение. Существует такое мнение, что художник без вдохновения прямо никуда. Это все отговорки для бездельников. Человек, который хочет работать, который знает, что сделать, у которого есть что сказать, он на любой момент берет себя так за шкирку, ведет себя к этому, к Макберту или к чему-то там, и работает. Говорит, хочется ему, не хочется. Надо Федя. Тем более, если Федя советский человек. Так что вот это вдохновение. Нет, музы нужны. Они нужны для другого. Чтобы в душе такая булька не произошла. Как же нам без вашего брата? Что мы эти геи какие-то, не побоюсь этого слова? Нормальные ребята, слава богу. Вот такая вот канитель. А музы у меня было много, действительно. Вот последняя музы, Танюша, она у меня официально четвертая. В смысле, под запись. И худо-бедно уже 38 лет мы с ней. И булькает до сих пор. Булькает, да, булькает. Как-то вот мы с ней притерлись настолько хорошо, что как две батарейки. Я от нее заряжаюсь, она от меня. Так и живем. Мне кажется, это прекрасно. Всем бы пожелать, чтобы столько лет... Дай-то бог, дай-то бог. Да, был союз. Она вас поддерживает, наверное? Нет, у нее просто терпение много. В женщине главное это терпение. Потому что мужик – это такая скотина. И ее без терпения не попасешь. Тогда мне бы хотелось еще одну цитату прочитать, которую вы тоже, может быть, прокомментируете. Мы ведь что? Родил, выкормил, сыграл в ящик. Но хоть что-нибудь должно остаться после тебя. Стихи, музыка. Человек – единственное существо в природе, кто не просто физически продолжает род. Это я кто сказал? Я сказал? Ну да, это была цитата также из газеты «Владивосток». Мне бы хотелось, чтобы вспомнили вы эти мысли. Я и сейчас их… То есть это крылья вашей жизни, можно так сказать, нет? Ну, конечно. Человек же подобен Богу. Вот нам РПЦ рассказывает, что мы рабы божьи. А я с этим не согласен. Никакие мы не рабы. У нас частичка искра божья. Ну, не то чтобы наравне, но тянемся, тянемся, тянемся. Раб, он же не тянется. Он говорит, нет, 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 нет. Просто поклоны бьет. Нет. Не хочу быть рабом. Вот. Искра божья – раз. И творчество главное. То, что нас равняет. Бог творит, и мы творим. Каждый по-своему. Сейчас мне начнут эти… Плевать в лицо попы и кричать, и обвинять меня в этом самом. Богоборчество. Но я все равно, я же все-таки советский человек. Вырос, сосал атеизм с молоком, вернее, которого я не сосал моей матери и Родины. Вот такая открытия. Все. Мне кажется, у вас бунтарский дух сохранился до сих пор, то есть еще, наверное, начиная с вашего рождения, да, когда… Мало того, что он сохранился. Я его пестую, лелею, потому как без бунтарского духа никак нельзя. А может быть, вы вспомните какое-нибудь самое яркое событие, когда вы жили во Владивостоке? Ведь сейчас вы переехали, да, сейчас вы не живете в Приморье? По здоровью. Врачи отогнали, говорит, иди отсюда, старый придурок, а то сдохнешь. Вот пришлось удирать. А ярких событий было много. Одна чего стоит перестрелка 90-х. Вы в перестрелке участвовали? Да. Художник. Вы просто знаете, как считается, что художники – это такая интеллигенция, которая не встревает ни в каких историях. Да, да, да. Иди, пожалуйста, пардон. В морду так в морду. Стрелять так стрелять. Нет, нормально. Помню. Пытались. Я как раз в Японии привез себе автобус. Тут братка поехали. Братишки подоехали. Детяк сидит – трясется. Моя – это предыдущая скло – трясется. Я у него взял этот… Ну, что, говорю, постреляем, ребятки. Я говорю, всех не обещаю. Я на пару-тройку могу. Они, конечно, мы тебя еще увидим. Вот такие были девяностые. Но больше с ними не встречались? Счастья не встречался. Еще у нас были разного рода бригады. Наш двор пас – Карп. Это что за криминал? Ну, вы не знаете. И ни Карпа, ни Баука, ни Винни-Пуха. Никого не знаете. Да, Борости? Это же все… Вон, пойдите на наше кладбище. Там что-то не монумент. Ну, такое вот дело. А напротив меня чувака сожгли. Сел Стас Владимирович, мне кажется, у вас было очень богатое прошлое, которое как раз-таки позволяло вам писать такие необычные картины. Только высунешь нос, а тут богатое прошлое. И его быстренько-быстренько рисуешь, рисуешь. У меня есть типажи. Эта самая серия типажи. Там один такой браток с шеей, второй такой браток. Потом ГГБшник есть, потом Щелкопер есть, Газпромырген есть. В общем, надо… Но вы совсем не стесняетесь высказываться на холстах, что называется. Я вот посмотрела, например, Гутен Морген картина «Всегда готов», «Домохозяйка», «Елена». Они меня так зацепили тем, что это же явно как карикатура. Это же эротика. Да еще и с карикатурным уклоном. Да, да, да. Я же говорю, я неправильный художник. Правильный художник. Рисует красивенько, в пределах, корейцы. Вот тетермортик, вот цветочек, вот это самое. Мне говорят, будешь после смерти жить в собственном мире, который ты нарисовал. Я говорю, мне в нем будет комфортно. Я даже сейчас пишу, я же еще и подписываю, как Нобелевский номинант. Сейчас пишу одну хрень. У меня соавтор есть, Бондаренко Александр. Он пишет, а я рисую. А потом иногда он рисует, я пишу. А что вы пишете? Это поэзия или проза? Нет, я пишу прозу. Поэзию я побаловался по юношескому возрасту. Кто только не баловался поэзией. А сейчас пишу прозу. Я пишу, когда я побывал на том свете, я туда вернулся. Я теперь пишу о художнике, который попал опять на тот свет. Ну, допустим, на операционном столе. И вот он идет, а вокруг что-то похожее, но что-то интересное. Оказывается, о, так это же все мои картины. И вот он начинает по ним двигаться, они живые, там происходят какие-то действия. И что интересно, он как создатель может мысленно сюжет поправлять. Он говорит, о, та девица с ковром идет не в ту сторону. Девица остановилась, запнулась, простите, развернулась и пошла в другую сторону. То есть картины оживают в буквальном смысле? Ну, как бы внутри них находится этот мир виртуальный. Вот я когда ваши картины смотрела, даже без виртуального мира можно себе вполне представить, как живут ваши герои, герои ваших картин в обычной жизни. Ну, вот те же, которых я перечислила. У вас есть серия же, да, про людей, про их какие-то пороки, недостатки? Да это недостатки, это нормальная, в общем-то, и жизнь. Какие же это недостатки, если человек, ну, любит пожрать, или, например, любитель секса, или выпить. Это же недостатки. Это же, собственно, каждому только одни маскируются, пьют втихаря, там, допустим, или там... А вторые более-менее открыты. Сейчас время такое стали опять маскировать. Вот когда, особенно я на Кубани сейчас живу, очень заметно, что скрип заворачиваемых гаек стал раздаваться. Со стороны кого? Со стороны начальства нашего. И что интересно, я даже одну мысль записал, вряд ли вы ее, конечно, запишите на ваш телевизор, но раньше, в те времена, когда нами правило КГБ, а инструментом его правления был... Нет, нами правило КПСС, а инструментом правления был КГБ. Так вот, они нас пытались загнать в подполье. Ну, тех художников, которые, как они называли, андеграунд. А теперь еще хуже. Мы-то думали, все, ура, а оказывается, вот этот вот рынок, вот этот торгашеский, вот это вот, китайские чего изволите, одновременно с тем, что надо. И еще подняли голову КГБшники в резах. И уже РПЦ нам рассказывают, что это не моги, это нельзя. Это обижает чувство верующих. Но я же тоже верующий. И тот, кто верит в Аллаха, то верующий. Или... В общем, тут поспорить надо. Опять же, мой неугомонный характер задает человечеству и себе много вопросов. А ответов пока... Ответы есть. Они лежат на поверхности. Но о них почему-то стесняются говорить. И не все их могут увидеть, наверное. Стиват Владимирович, мне хочется сказать, что этот разговор мне доставил массу удовольствия. Точно. И очень было интересно послушать. Правда. И мне кажется... Ну, наше молодое поколено. Ну, ладно. А то, думаю, вы нас воспринимаете, как старых буржащих старикашек, которые уже пора списывать в утиле. Да мне кажется, что вы дадите как раз фору большинству молодых и не только художников, а вообще творческих людей. И вашего бы заряда бы всем, действительно, и вот такого бунтарского мышления. Если бы всем такого заряда, так бы рвануло, что это... Весь наш полуостров Муральёва-Амурского бы. Ушёл под воду. Спасибо вам большое за чудесную беседу. Спасибо. Хорошенько. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В студии работала Ольга Продана. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова